Други мои дорогие ютуб-осваны и ютуб-осванки. Ну чё, гаврики, доигрались со своей Украиной, да? Мир на грани атомной войны поставили. А я что, меня тут в подземелье посадили. Этого нельзя, того нельзя. Стал про революцию на Патреон, да? Стал про адмиралов Российского флота. Ну хороший же цикл, да? Вторую лекцию запороли. Её даже на Патреон и Бусти, у нас теперь ещё Бусти, да, не взяли. Ну там было, конечно, российские адмиралы, они персонажи специфические, да? Ну сейчас, конечно, это в основном там эти просто крестьяне. А до революции люди плавали. Капитан линейного корабля «Не тронь меня» Джеймс Тревенен, бывший штурман Джеймса Кука. Сын адмирала, капитан первого ранга, граф Борис Петрович Муравьёв. Какой человек был! Про него даже статьи в российской Википедии нет. Только на английском и французском. На русском градусов не вышли, да? А журналы, какие были у российских морячков, там, да, «Ребус», «Маяк». Сейчас таких изданий уже нет. Ну ладно. Спасибо Дмитрию Евгеньевичу, что вообще «На свет Божий» выпустил. А тут, знаю, заждались. Тут у нас недавно совещание сопровели на канале. Сказали, надо вот в лекциях так неназойливо поднимать украинскую тему. Чтобы было на злобу дня. Ну, поскольку в последних лекциях Швецию завымято ругал. Тема с Дмитрием Евгеньевичем согласована. Там дядюшка Джо по Швеции работает. Клещетый. Ну, а что? Мы говорим «Украина», подразумеваем «Швеция». Говорим «Швеция», подразумеваем «Украина». Близнецы, братья. Два государства, где полностью, ну, в общем, это, полностью. Из НАТО Украину за шаровары оттянули, а туда Швеция полезла бы. Ну, сообщающиеся сосуды. Вот, с чего бы это? Ну, в общем, решили так. Продолжаю долбить Швецию в открытом доступе. Темы морячков пока больше не касаюсь. И параллельно так немножечко пощипываю «Украину». Моно, ее так с подвертом. Ежели что, брякнула, обещали сильно не карать. Поэтому сегодня будет интересно. Так что это. Приступим. В 2018 году на экраны вышел научно-фантастический фильм «Аниара». Сюжет стандартный. На Земле что-то пошло не так. Люди на большом корабле решили переселиться на Марс. На корабле что-то пошло не так. Люди на долгие годы оказались в замкнутом пространстве, предоставленной сами себе. И что-то пошло не так. В результате все одичали и вымели. Фильм депрессивный и заунывный, без особых спецэффектов. С главной героиней лесбиянкой, у которой что-то пошло не так. По сравнению со стандартом фильмов такого сорта, показано довольно много откровенных сцен. Что для поколения людей, испорченных интернетом, есть не оживляжь, а дополнительный заряд скуки. Сейчас порнография – это уже когда человеку совсем делать нечего. Он залезает на порносайт и теребит пиписку. Хотя бы мог этим делом заниматься в реалии. В общем, даже неплохо. Или поиграть в компьютерную игру. Или где-нибудь развлечься на чате. Ну, а чудаков, которые в поисках порнухи будут лазить в научно-фантастические фильмы, это их совсем немного. Это эпоха 60-х. В общем, вот эта вот «Анаира» – это не просто бездарный фильм, а бездарный фильм с претензиями на повестку. Причем повестку устаревшую. Экология, женщина тоже человек. Есть такие устройства, вы, может быть, не знаете. Они называются компьютеры. Все мы в одной лодке. Ну, вот и тому подобное. Чухня. Такого рода шедевры критики обычно разрывают в клочья. Но, на удивление, у фильма была хорошая пресса. И фильм даже хвалили. Ну, естественно, не смотрели. А хвалили как? Ну, в стиле «бедно, но чисто». Поставлены философские проблемы. Все мы летим в космическом корабле, бороздя просторы Большого театра. Давайте над этим подумаем вместе. Почему так получилось? А потому, ребята, что этот фильм скандинавский. И более того, это экранизация поэмы. Поэмы! Классика шведской литературы. Гарри Мартинсона. Лауреата Нобелевской премии. Слышали о таком? Ну, думаю, что нет. Ну, теперь запомните на всю жизнь. Когда Гарри Мартинсон родился, каковы настоящие его имя и фамилия? Неизвестно. Масонский сын полка. Вроде Горького. По официальной легенде, вроде бы, родился в 1904 году пятым ребенком и единственным мальчиком в семье. Но в 1910 году его отец умер, а мать его бросила и уехала внезапно в Америку. А как сироту Гарри определили на воспитание в детский дом, к тому же содержавшийся не государством, а местной крестьянской общины. Ну, смог ли он при этом получить хотя бы нормальное начальное образование, непонятно. Ну, очевидно, что он умел читать и писать. Ну, писать в смысле писать буквами. В 16 лет Гарри, ну, я излагаю официальную легенду, да, вы понимаете. Ну, в 16 лет он из детского дома сбежал. И вот тут есть один нюанс. Надо учитывать, что Швеция – это монархическая страна с родовой аристократией. В таких странах отдельной темой, темой из большой буквы, являются бастарды. Ну, 17-летний отпрыск сделал ребенка служанке. Куда его там? Ну, а туда. А потом, если бастард оказывается смышленым или симпатичным, и у отца по каким-то причинам там просыпается родительский инстинкт, ну, такой пролетарский сиротка, в конце концов, возглавляет правящую социал-демократическую партию. Трудящий сын, да. После побега Гарри, как нам говорят, устроился на флот Юнгой и проплавал в общей сложности 7 лет. Побывал в Индии, в Бразилии. Ну, вот, кругосветочка такая. Судя по всему, какой-то морской опыт у него был. Так вот он немножко с Ленгом морским владел. Ну, скорее всего, этот опыт был небольшим. Там, конечно, не 7 лет. В 1921 году его в Швеции задержали в городском парке за бродяжничество. И вот почему-то этот факт присутствует во всех его биографиях. Судя по всему, он в это время подрабатывал мужской проституткой. Ну, так. И вот здесь появляется второй нюанс биографии многочисленных горьких. А в начале 20 века горьких по всей Европе собирали на масонских конвейерах. Ну, строгали, буратин. Ну, посмотрите сами, что такое производство до эпохи научно-технической революции. Это тяжелый и отупляющий физический труд в антисанитарных условиях, полукриминальной среде и при отсутствии минимальной техники безопасности. Платили за работу мало, денег хватало только на прожиточный минимум. Выбиться у людей в таких условиях было невозможно. Человек работал 30 лет, часто в каторжных условиях, на шахтах, и умирал. Ну, иногда дело шло быстрее, потому что помогал алкоголизм, туберкулез и все остальное. Поэтому при малейшей возможности люди старались не попадать на производство. А если попадали, то осматривались и пытались пока не поздно, значит, поскорее сделать многие. А что это были за возможности? Какие возможности? Если отбросить явный криминал, бонус давало природное преимущество – привлекательная внешность. Ну, а ум, ну, там образования нет никакого. Если нет даже нормального начального образования, будет хоть 7 тридей во лбу, там ничего не будет. Вот. То есть, скажем, ну, молодой работнице на текстильной фабрике светило стать проституткой. Ну, конечно, там не привокзально, это просто, чтобы в канал свалиться. Ну, вот в приличном заведении, на дому, если повезет, с одержанкой. Ну, и вот просто выгодно выйти замуж – это, конечно, предел мечтаний. Бинго, да. То есть, ну, замуж-то выйти, конечно, легко. Ну, а за кого, там, да, алкоголика какого-нибудь, дрожжина, да, чтобы человека там хотя бы среднего класса – это, ну, редкость. А какая перспектива была у молодого рабочего? Да точно такая же. Но в условиях того времени для мужской проституции должно было быть прикрытие. И вот так возникли пролетарские писатели, да. Иногда у них даже был талант. Ну, например, у Сережи Есенина. Ну, талантище, конечно, Сереженька. Вот, но гораздо чаще они были полными бездарностями. Но именно это их и побуждало не просто писать книжки, а писать книжки правильные. И входить во всякого рода литературные объединения и организации. Поэтому, если вы видите очередного пролетарского писателя, то, как говорят французы, шерше ля фам. Или шерше культурного холостого друга с высшим образованием. Ну, понятно, что это все схема. Потому что, как сказал Мефистофель, суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет. В реальности много дополнительных обстоятельств, переходных ступеней, исключений. Но Швеция – это карликовая страна дуболобов. Там все весомо, грубо, зримо. Поэтому Дмитрий Евгеньевич, он нас учит. Швеция для историка Европы – это то же самое, что дрозофила для биолога. Ну вот, свою литературную деятельность Мартинсон как-то внезапно начал в 1929 году. Он вступил в объединение пролетарских поэтов-модернистов, которая называлась «Пятеро молодых». Ну, типа вот шведские маяковские такие. Их действительно было пять. Мартинсон, Сандрон, Лундквист, Акслунд и Кельгрен. Но на пролетарии втянули только три. Потому что вот Густав Сандрон был из семьи Скрипача и работал учетчиком на шоколадной фабрике. А Артур Лундквист всегда был профессиональным литератором и на производство не попал. Он, кстати, был руководителем «пятерки». И на нем мы остановимся подробнее. Ну, как вы понимаете, пять молодых – это масонский кружок. Швеция – это абсолютно масонское государство, где кроме масонства ничего нет. В мире, кроме Скандинавии, есть только два государства такого сорта. Одно исчезло, и это не СССР. А второе – скоро исчезнет. В Швеции даже иерархи местной протестантской церкви по должности являются высокоградусными масонами. То есть им не надо входить в ложе, ассоциированное с протестантской церковью. Эта церковь и есть органичный элемент масонской системы. И если до такого состояния довели церковь, то что же говорить об общественных организациях? Вообще… Наташенька, ласточка-то наша. Посмотри, там за дверью никого нет. Шуршал кто-то. Машина. Кто? Машина. Машина. Ну ладно. Машина. Вообще, если вы видите цифру в названии западной общественной организации, это характерный признак. Не всегда, конечно. Но в очень многих случаях. Потому что все ложи номерные. И аффилированные структуры тоже любят использовать название числа. В Швеции есть союз девяти. Это вот оно. Это общество выдает аналог нобелевских премий по литературе. Но только для шведов. Ну и, естественно, одно другому не мешает. Учрежден этот союз был в 1913 году. Считается, что на деньги глухой старушки Лоттен фон Кремер. Но на самом деле общество учредил шведский принц Евгений Бернадот. Он занимал кресло номер один. Обычно его имя вымарывается и заменяется другой фамилией. Но если поискать, найти можно. Евгений Бернадот был художником-любителем на уровне Гитлера. Ну и в Швеции его, естественно, считают гениальным пейзажистом. И, как недавно открылось, он был стопроцентным гомосексуалистом. Кто бы мог подумать. Кресло номер два в Союзе девяти в момент основания занимала великая шведская писательница Сельма Лагерлёв. Первая женщина, награжденная Нобелевской премией в области литературы. Ну, это вот Нильс в стране гусей. Акка Кнебекайзе. А за что ей дали Нобелевскую премию? Ну, а вот за это и дали. Написала сказку в 1907 году. Глупую, изумную и длиннющую. Тамина такой. И дали, значит, Нобелевскую премию. И стали пиарить по всему миру. До этого никто ее не знал. И где, прежде всего, стали пиарить? Догадайтесь, с трех раз. В России. Сказку тут же перевела на русский язык Любовь Борисовна Хавкина. Ну, русские бездарности по своему скудоумию эту сказку совершенно не заметили. Популярная книга стала только... Там ее еще переводили, но как-то не очень пошло. Она популярной стала только в 1940 году в СССР. После нового перевода Зои Моисеевны Задунайской. Чуть было не сказал Зои Ибрагимовны. И Александры Иосифовны Любарской. Ну, потом, вы знаете, перевод сделала Уфаина Золотаревская. Затем Лисия Брауда еще сделала перевод. Божечка мой, это что-то невероятное. Это такая замечательная сказка. И вообще, я вам скажу, что советская скандинавистика – это особый сектор. Вы знаете, это... Гетто. И почему-то скандинавистика, как так получилось в Советском Союзе, она очень тесно переплетена с украинистикой. Случайность такая. В 1955 году по сказке сняли первую в мире экранизацию. Ну, разумеется, это было в СССР. Сняли мультфильм «Заколдованный мальчик». Мультфильм отличный. Особенно с учетом, что это 1955 год. Ну, это реально шедевр на уровне Диснея. Диснея вообще. И там из бездарного и длиннющего опуса Лагерлёв сделали хорошую сказку. Полную интересных и смешных приключений. И в то же время в меру нравоучительную. А вот у самой Лагерлёв цель была другая. Книга должна была учить шведских малышей. Барабанная дробь. Географии Швеции. Понимаете? То есть, это учебник географии. Для оживляжа, разбавленной сказочными историями. Ну, разумеется, большей частью вороны. А то, что если поймают за руку, скажут, ну, а что? Ну, это учебник. Ну, мы использовали там сказки братьев Гримм, там, Шарля Перу. Ну, что это такой прием просто у нас. Прием, да? Ну, и точно так же потом российские мультипликаторы сделали конфетку из Карлсона. Которого тоже невозможно считать. И из Винни-Пуха. Поэтому российские читатели не очень понимают степень бездарности скандинавских сказочников. Да и по поводу англичан. Часто находятся в приятном заблуждении. Но, конечно, серьезная английская литература есть. Вне всякого сомнения. Есть, да. А вот шведская литература – это что-то вроде шведской семьи. Есть семья просто, а есть семья шведская. Или есть просто шахматы, а есть шведские шахматы. Вот, если не знаете, что такое шведские шахматы, рассказывать не буду. Ну, вот погуглите. Вообще, сказки в СССР, а затем в Российскую Федерацию – это особая новиопская тема. Есть такой анимационный проект «Гора самоцветов. Сказки народов России». Погуглите в Википедии. Опять вот я, видите, на Википедию ссылаюсь. Ну, чтобы не переутяжелять, потому что фактов море. Еще излагать сами посмотрите. И вот в Википедии есть подробный список снятых мультиков. Их там уже около сотни. Это самая большая культурная программа в России среди анимаций. И везде в списке поясняется, что это за сказка. Вы посмотрите, что это за сказка. И если все же, ну, вот почти случайно там получается, что сказка русская, то все равно в половине случаев там вытягивается нужный результат. Поморская сказка, уральская сказка. Вы вот знаете, какая сказка «Колобок». Русская? Нет. Вы никогда не догадаетесь. Симбирская? Опа! Есть такой этнос «Симбирцы». И у них такая сказка. Ну, надо было назвать, конечно, не «Симбирцы», а «Ульяновцы». Или прямо «Ленинцы». Ну, Ленин – человек заслуженный. Со шведскими корнями. Послушайте, дядюшку Джо, он там классно осветил. Я вообще дядюшку Джо уважаю. Ну, человек. Он в поле работал, он темы знает. Думаете, кто навалил эту гору самоцветов на голову русским? Они хотят разрушить национальную идентичность. С чего начинается идентичность? Со сказок, считалок, поговорок, присказок. «Колобок, колобок, я тебя съем. Ладушки, ладушки, где были у бабушки. Придет серенький волчок и укусят за бочок. А русскому малышу сказочку запузырят ненецкую или караимскую. Мозги у малыша и поедут, поедут. Разрушение культурного кода – дело большое. И вот на это денег не жалко. И не жалеют. Самоцветы – это важная государственная программа. Финансируемая из кармана налогоплательщика. А 83% этих налогоплательщиков русские. И они за свои деньги на 9 десятых получают для своих детей НИФСКИЕ, НИХСКИЕ, ИТАДСКИЕ, САМОЦВЕТЫ. Не немецкие, а французские. Ну, худой конец. Арабские, индийские. Ну, все-таки элементы мировой культуры. Согласитесь. А вот там Башкирские, ЭСКИМОТСКИЕ. Это 90% сказок для детей в Российской Федерации. Ну, все по-честному. Родина – трехсот народов. То есть русские подходят к кроватке с ребенком и поют там, да? Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и укусив за бачу. А говорят, не так. Не так поешь, да? Надо вот так. А чем мы шерндуль куда? А чем дали так андарсу туркаку? Тюрюмана, чрю. Тун-тун, чтараза. Тун-тун, чринтаза. Вот так вот, понимаете? Чтобы русский ребенок, он слышал. Русняга, оденыш. Чтобы ты сдох, товар, свои колыбели. Вот, понимаете? То есть к русской детской кроватке шведск лишнего и он лезет, лезет, понимаете? Ну, что, шведы, что, перекосило вас, что ли? Это вы 200 лет. Они русской пропагандой занимались. А русские вас пальцем не трогали. Думают, не тронут вас нельзя. Можно. И нужно. Как говорится, добро пожаловать в НАТО. Хороший слоган. В НАТО не надо. Ну, вернемся к Акке Кэбнекайзе, то есть к Сельме Лагерлёв. Как тоже случайно выяснилось, она была лесбиянка. У Союза Девяти было две цели. Первая – это насаждение шведского государственного национализма. А вторая – пропаганда однополой любви. Чем этот Союз уже больше ста лет и занимается? И имеет ли это какое-то отношение к литературе? Конечно, имеет. Но косвенное. Представьте, что учреждена премия для проституток. Ну, таких выдающихся. Понимаете, мастериц таких. И одна из них идет по номинации за лучшую легенду. Ну, проститутки, они клиентам рассказывают разные истории. Например, могут бедную несчастную девочку. Мне хочется кушать, у меня папы, мамы нет. Я вообще, понимаете, такая вот мармелада вот такая. Или, ну, другая версия. Типа там ипотека. Или вот растлили. Ну, еще там есть основные типажи. Все это понятно. Ну, и кто-то… У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. И денежки-то немножко разные идут. И, кстати, вот у «Союза-9» существует масса номинаций премий. То есть, там таких, знаете, масса ветвящихся премий. Причем одна из этих премий называется «Ни за что». Понимаете? То есть, ей награждают без указания причин. Ну, круто. То есть, а все премии денежные. Неплохо. То есть, там, допустим, он говорит «На тебе деньги, мужик». Он говорит «А за что?» «А не за что?» Ну, шведов. Вот у нас в 90-х годах, недалеко от трех вокзалов, находилась сутяная контора. Ну, там, у тебя-то ее держали. Ну, частично, да. Там был спортивный профсоюзный центр Бауманского района по работе с населением. Ну, и постепенно большая часть помещения стала сдаваться разным темным личностям. Ну, а других тогда в частном секторе и не было. И вот однажды кому-то из арендаторов зашли две проститутки чайку попить. Ну, заходит на кухню, а там дек сидит. Он их спрашивает. Он говорит «Кто?» Они говорят «А мы филологи из Липецка». Да, он говорит «Филологи?» Ну, понятно. Ну, там одна из этих филологов, она была одета такой, знаете, это было модное кожаное пальто, такой, очень тонкой кожей такой, знаете, вот прям. И она фактически вот на голом теле там была. Вот. Он говорит «Филологи?» Понятно. А кто, говорит, вам из писателей больше нравится? Они очень интересно ответили. Говорят «Хармс». Дмитрий Вячесов так удивился, говорит «А почему?» Они говорят «Быстро и смешно». Ну, и через две недели одну из них там братва зарезала. Быстро и смешно. Вот такие истории с клиентами, такие вот, знаете, вот эти филологи из Липецка, Хармс, это они отлично идут. Это деньги реально, 20% доплачивает клиент. Проституцией в начале прошлого века можно было заниматься легально. А вот с лесбиянством и гомосексуализмом были трудности. Здесь была нужна не только короткая история для клиентов, но и мощные прикрытия. И вот 50% биографии тогдашних писателей, поэтов, художников – это разросшиеся легенды гомосексуалистов. Вот сейчас уже этого нет. И поэтому вот упадок литературы. Нет стимула для сочинительства. Иногда у чудаков прошлого получалось, знаете, вот интересно, да, забавно, забавно. И совсем иногда, ну, бывало, ну, то, что речь шла о серьезной литературе. Ну, вот Оскар Уальд, такой яркий пример. Ну, вот Марсель Прус нет, потому что, ну, по условиям Франции того времени, это уже там 20-й век, ну, вот гомики, они могли трахаться уже просто так, без трубы. И там просто, ну, совпадение такое. Это не результат социальной маскировки. Так вот, Союз Девяти оценивал не художественные достоинства произведения самих по себе, а их полезность для Швеции, полезность для Швеции, и их удачность в качестве рабочей легенды гомосексуалистов вообще, и рабочих гомосексуалистов в частности. То есть, работающих, в смысле, ну, вот там, за деньги. Ну, селяви, как говорится. А, ну, видите, она вот калякает, да, о том, о сём, там, ни о чём, да, вот это разговорочное. А логика железная, на самом деле, чувствуете. В современной конспирологии есть целый раздел, посвященный Союзу Девяти. Это, вот говорят, якобы какая-то есть тайная организация, созданная в древности индусами и отслеживающая все научные достижения на предмет их опасности для человечества. В том случае, если они видят возможность создания сверхоружия, опасных учёных убивают. Ну, вот на эту тему написан роман Стругацких за миллиард лет до конца света. Ну, сюжет вторичный, но описан советскими реалиями, и вещь неплохая, я считаю, можно посчитать. И вот я думаю, что вот это не случайное совпадение, почему вот Совет Девяти стал, что этим, элементом конспирологии. Потому что трудно представить организацию, больше повредившую развитию мировой литературы, чем Совет Девяти и связанный с нею Нобелевский комитет. Вот. Шведы, они сами писать не умеют, и ещё измазали своим дерьмом всю мировую литературу. И сейчас докатились до стадии, которую нельзя назвать даже троллингом. Вот русские возмущались присуждением Нобелевской премии вот этого Алексеевича, которая вообще не прозаик она. Не прозаик. За последние 20 лет там вообще ни одного приличного имени нет. Вот знаете этих авторов? Вот назовите одного. И никто не знает. Ну, где вот их находят? Такое впечатление, что все эти люди вот из одного какого-то посёлка в шведской Лапландии. И, кстати, ещё, знаете, так вот добавлю тут, добавлю немножко. Тему Гималайского Совета Девяти, вот этого вот конспирологического, ввёл интересный человечек. Интересный. Талбот Манди. В миру Уильям Грибон. Это кадровый английский шпион. Начал службу в германском цирке, затем служил в Индии, в других колониях. И, наконец, был переброшен в США и стал там создавать теософские ячейки. Ну, в общем, такой типичный английский писатель. Почитайте биографию Википедии. Ну, вот опять, видите, я всё вот на Википедию так вас... А, иначе мы тут четыре часа там говорили. Получите удовольствие почитать. У шведов обычно бывает поскучнее, потому что в поле они не работают. А по миру ездят в пиджачках и галстучках. И выступают на всякого рода светских масонских заседаниях. Где от скуки мухи дохнут. А джентльмен, он-то вот, знаете, в ластах с аквалангом. Бултыхается там где-то под Севастополем. То наряжается пингвином и высаживается где-нибудь на Кергелине. А то с пальмы отслеживает и бинокль радиолокационную станцию америкосов в Гондурасе. Ну, в общем, такой настоящий писатель. Ну, ладно, коротченко. Вернемся к Лундквисту, на котором мы, выходит, еще как бы и не начинали. Жизнь Лундквиста – это вот как раз типичная биография шведского масонского зануды. Как он себя сделал? С образованием у него было не очень. Хотя самоучкой он закончил какой-то вечерний институт. И научился немножко шпрехать по-английски, по-французски. И, что особенно пригодилось потом, по-испански. Ну, а немецкие шведы, они все и так знают. Ну, в смысле, там сделать заказ в ресторане, спросить, как пройти к гостинице. А он языки знал вот на таком уровне. Ну, вот он, тем не менее, сделал карьеру как очень плодовитый переводчик. Ну, качество этих переводов стало в Швеции только притчей во языцах. Он переводил много, книги раскупали. Вот, ну, почему? А потому, что у него была пишущая жена датчанка. А главное, он ноу-хау. Последовательно сожительствовал с несколькими женщинами, которые делали ему переводы и исправляли его ошибки. Первой такой женщиной была Эстер Арансон в девичестве Андерсон. Ее биография является наглядной иллюстрацией того, о чем я говорил ранее. На первый взгляд, это сиротка, упорным трудом выбившаяся в миддл-класс. Ее отец, мясник по фамилии Андерсон, кого-то мочканул по пьяной лавочке. А ее взяла на воспитание сердобольная женщина. Ну, такая вот грустная, а может быть, наоборот, жизнеутверждающая история. Но на самом деле сердобольная женщина и была ее настоящей биологической матерью. А настоящим отцом сиротки был шведский епископ. Самая известная скандинавская сказка – это то, что Ганс Христиан Андерсон был сыном сапожника. Это феодализм. При феодализме сапожник не должен писать сказки. Он должен работать у себя в мастерской и стучать по башмаку на лоточка. Или на крайняк стучать на соседей и получать там денежку небольшую. После Эстер Арансон следующим средством перемещения на шведский Парнас для ушлого Лундквиста стала Ирмгард Пингель. Выглядел, кстати, наш замечательный пролетарский писатель вот так. Типичный, трудящийся. С помощью новой любовницы Лундквист сделал массу переводов испаноязычных авторов. В определенной степени он был диспетчер латиноамериканской темы в Западной Европе. Он не вылезал из поезда к Латинской Америке и стоял у истоков общества кубинско-шведской дружбы. И вот тема Куба-Швеция, она очень важна. Я считаю, на нашем канале ее как-нибудь надо так поднять. Тогда будет ясно, что вот так в свое время на Югославию набросились и что сейчас происходит на Украине. Но гораздо интереснее участие Лундквиста в другой организации, в организации Швеции ГДР. Ну вот так ужки, ребята. Опять вернемся к Артуру Лундквисту. По своим функциям он очень напоминал Илью Эренбурга в сталинском СССР. Они оба, кстати, были людьми доброй воли и членами руководства Всемирного совета мира. Свой совет мира был и в Швеции. И, собственно, вот сталинский совет у шведов и скопипастили. Бюджет, конечно, в СССР был поболее. По идее, Лундквисту по-любому надо было давать Нобеля. Заслужил. Но писал он книги не сам, совсем не сам. Коллеги это знали. А колеся, плавая и летая по всему земному шару, Лундквист не удосужился во время выправить документы. Думал, получу в любой момент премию. Но вот именно бурная общественная деятельность сыграла с ним дурную шутку. Его, как пролетарского писателя, сделали шведским академиком. А как человека с огромными международными связями в писательском мире, назначили решал его Нобелевский комитет. Фактически, он почти единолично определял, кому премию дать, кому нет. Ну, конечно, спускалось мнение свыше. Но непосредственно на рычагах в тракторе сидел он. Понимаете? Страшен не царь, страшен кто? Псарь. И в результате у него получилась история сапожник без сапог. Потому что сам себе он премию выписать не мог. Это грубая демаскировка, и хозяева бы не разрешили. А ехидные коллеги выдвинуть его жмотились. Вот такая трагедия художника. Постепенно Лундквист свирепел и под конец начал идиотничать. Например, в 1983 году он закатил публичный скандал, протестуя против присуждения Нобеля Уильяму Голдингу. Голдинг в целом писатель средний, но его повелитель Муха – это гениальное произведение. Этой вещи вполне достаточно для Нобелевской премии. К тому же, ну, человека страны – хозяева. У хозяев страны – хозяев тоже на хорошем счету. Поэтому потерявшего политическое чутье Лундквиста по-хорошему попросили с вещами на выход. Ну, он умер в своей смерти. Ну, вот видите, я все калякаю там о том, о сём, а картиночка со Швецией потихонечку проясняется. Проясняется. И не только со Швецией. Ну, такая страна. Пупок. Вернемся, однако, к пятерке молодых. Был там такой Иосиф Кельгрен, матрос и кочегар. И его друг Эрих Акслунд, сын проститутки. Вот такой паренек. С девяти лет работал на улице. Они знали друг друга с детства. Оба были стокгольмской шпаной. Ну, правда, входили в разные дворовые команды. Ребята рабочие. Ну, а как они дошли до стихов-то? Как так получилось? А там на районе жил интеллигентный молодой человек. Он стал мальчиков приглашать к себе. С ними заниматься. Ну, звали дяденьку Рудольф Вернлунд. Вот такой вот херувимчик тоже такой, знаете, был в молодости. Отец его был оперным певцом. Ну, вот из семьи ушел. А сам Вернлунд занимался оформлением книг. И был связан с анархистами. Тогда это было очень модно. Ну, и умер как анархист. Тоже по пьяной лавочке заснул в постели с сигаретой. И загорел заживо. Ну, Данка, понимаете. Всего себя отдавал людям. Загорел на работе. Ну, не уточняется. Он там один загорел в постели. Или еще с кем-то там. Причем нельзя сказать, что вот они все были геями. Ну, скорее бисексуалами. Их юношеский гомосексуализм – это, знаете, гомосексуализм рабской казармы. То есть, с социального дна. Дяденька там подарил гамбургер. Налил бумажный стаканчик Кока-Кола. А за это попросил о небольшом одолжении. Ну, какой же это гомосексуализм? Ну, и так же шведы относятся и к гетеросексуальным отношениям. Потому что скандинавы и эмпатия – это две вещи несовместны. Они вообще не понимают, что такое любовь. Вот почитайте любое произведение скандинавских авторов. Посмотрите любой фильм. Это нравственные дальтоники. И в смысле обычных отношений это очень плохо. Но в смысле гомосексуализма, может быть, и неплохо. Потому что шведский гомосексуализм – это аналог шведских шахмат. То есть, ни о чем. Оскар Уальд в суде плакал и читал лекции об античной любви. Чудак, он любил своих половых партнеров. Хотя они были недостойны его любви. Потому что, ну, дно такое. Но он их любил, реально. Так же, как мужчины любят женщин. А для шведов, понимаете, ну, что тут говорит шведский гомосексуализм. Перепихнуться с дяденькой в телефонной будке за 100 кронтов. Деловцы. О чем речь-то? Поэтому пролетарских писателей в Швеции было густо. И эти пролетарские писатели со временем стали частью политической элиты. Ну, и понятно, что таким людям им было обслуживать собой хоть мужчин, хоть женщин. Это без разницы. Как повезет. И роли в жизни у них могут постоянно меняться. Так же, как у их партнеров. И мужского, и женского пола. Ну, шведская семья. Аксулунт был симпатичный. Ему нашли хорошую пару. Дочку директора банка Лис Лагеркранц. Из хорошей дворянской семьи. Англо-шведской. И связанной с высшей аристократией. Ну, товар, конечно, был уцененный. Потому что мать Лису, рожденная графиня Гамильтон, была сумасшечей. Сестра покончила с собой. Ну, он дзвайтер. А сама Лис всю жизнь занималась благоустроением сумасшедших домов. И стояла у истоков программы сексуального воспитания школьников. Это вот такой вот новатор, знаете. Я, кстати, не против шведской системы. Когда им там вот в детском саду натягивают на головы презервативы, отрезают пиписьки или там выжигают яичники. Я думаю, что именно для шведов это норма как раз. Проблема в том, что шведов на земле мало. И обычные государства, они состоят не из шведов. Их-то за что? То есть шведский опыт должен остаться шведским опытом. Ну, как надо воспитывать тяжелых аутистов? Ну, их надо бить реально. У них очень высокий порог вхождения информации. Они понимают, когда на них орут пять минут в ухо. И еще периодически при этом угощают подзатыльниками. А информация, она критически важная. Типа, без старших один на балкон не ходи. Не ходи. Понял? Понимаете? Им так жизнь спасают. А иначе они не понимают. Они не слышат просто. Они живут в своем мире шведском. Поэтому со шведами или вообще лучше не общаться? Ну, никак. Или бить табуреткой по голове. Ну, и третий путь есть. Третий путь. Англичане – мастера-адресуры. Через тох тебе дох и крекс-фекс-фекс. Только колтанай-молтанай, он должен был быть такой, знаете, при этом взрослый. С многочасовыми родениями и кровью. Ну, тогда поймут. Такой народ. Из русских, те, кто поняли, давно на том свете. Им на броненосцах кувалдами черепа разбивали. Когда господа офицеры в испуднях, в камбузах и гальюнах от шведов прятались, у них было время догадаться. Минут 10-20. Может, полчаса. Металлические переборки, то-се, пока там кувалдой разобьешь их, немножко времени есть. Ну, вот они унесли знания в могилу. А на поверхности за них Гарольд Карлович Граф рассказывал сказки Андерсона, объяснял кувалды. Вы русские, значит, сами себя и убилят. Вот такие там Родиона Романовича. В Глиссингфурсе. Ну, военных кораблях. Во время мировой войны. Ну, понятно. Поэтому для молодого поколения, вот стараюсь, как могу, донести информацию. Ну, ладно. Добавлю, что у Лис Лагеркранц был брат-литератор Олф Лагеркранц. Очень важная фигура для понимания шведской системы. Мы к нему еще вернемся. А пока отметим, что шведские аристократы и шведские пролетарские писатели почему-то были членами одной семьи и вместе занимались одним общим делом – литературой. Шведской литературой. Олф Лагеркранц был папой шведской порнографии. А шведская порнография – это то, что затем, после опробирования, было тиражировано на весь мир. Ну, ладно. Тост. Адресую нашим шведским друзьям, кто-то из них, надеюсь, смотрит нашу передачу, фразу из Вильяма, нашего понимателя Шекспира. «Я правду о тебе порасскажу такую, что будет хуже всякой лжи». Ваше здоровье. Ну, ладно. Продолжим в следующий раз. А пока большое вам спасибо за внимание. Ставьте лайки. Обсуждайте наши материалы. Подписывайтесь на наш канал. Ну, что вам стоит? Ну, подпишитесь. Ни денег, ничего не стоит. Ну, просто вот кнопочку нажмите, и вы подписчик фактически. Ну, еще надо там, это, зарегистрироваться на Ютубе, да? Ну, тоже одна минутка, ребят. Вот нравится вам? Да, нравится. Ну, ну, как помочь? Ну, деньги, ну, что-то. Даже, может, есть какая-то? Ну, большую сумму посылать как-то. Ну, с чего это? С чего бы, да? Маленькую. Что-то морока какая-то. Может, она и не нужна? Нужна, ребята, нужна. Потому что, если вас много, маленькая, она становится большим. Знаете, вот, муравейшка, муравейшечка маленькая, а муравейная кучечка уже такая солидная, да? Вот, поэтому тоже, значит, не стесняйтесь. Ну, даже если ничего нет, ну, хотя бы, ну, что, лайк, да? Лайк и это, подписочка. Маленькая подписка. 35 тысяч, даже чуть поменьше. Несерьезно. Жалко за Дмитрия Евгеньевича, обидно. Я с самого начала говорил, что ну, что такая подписка, ребята? Что, давайте. Много вот таких материалов найдете в интернете. Вот, так что. И, конечно, подписывайтесь отдельно на Патреон, на вот Бусти. Бусти, Бусти, граждане нашей страны лучше, наверное, на Бусти. За рубежом лучше, наверное, там меньше проблем будет на Патреон. Вот. Смотрите наши материалы на разных уровнях. Много там есть интересных, важных темочек. Мы вас всех любим, уважаем, хотим вас информировать и при этом немножечко так забавлять. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok